В детстве Елена Богоданова увидела на стадионе вывеску, на которой были написаны вдохновляющие слова про олимпийцев. Это произвело на Елену большое впечатление, и с тех пор в неё закралась мечта стать олимпийской чемпионкой. Она ходила в секцию лёгкой атлетики, потом баскетбола, но надолго там не задерживалась. На школьных соревнованиях Елену заметил тренер и пригласил её к себе на тренировки по лёгкой атлетике. С этого всё и началось. Елена не расстаётся со спортом уже на протяжении более 20 лет, участвует в различных забегах по городам России. Сейчас она выбрала для себя направление триатлона. В студенчестве у нас в лагере проходили соревнования, там между отрядом соревнований, и там был триатлон. Там плавали 300 метров, потом 5 километров на велосипеде ехали и бежали километры. Мне очень нравилось, как всё это проходит. Я участвовала в одних соревнованиях, где я проплыла 100 метров кролем еле-еле, 50 метров, и 50 метров уже на спине захлёбываясь там доплывала. Я думала, так, Лена, вот как раз момент, когда тебе нужно научиться плавать. Елена обучалась плаванию вместе с тренером, и теперь на соревнованиях по триатлону она показывает значительные результаты. Спортсменка приняла участие в «Айрон Стар Нижний Новгород-2024» в индивидуальной гонке на дистанции «Айрон Стар-113», гонка длиной в половину железной дистанции, 1,93 километра плавания, 90 километров велогонка, 21,1 километр бег. Плавательный этап проходил в акватории Грибного канала. Велогонка по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города. Беговые маршруты на обновленной набережной Грибного канала. Елена Богданова заняла шестое место в категории «Женщины 30-34 лет». У Сравчанки уже более 200 стартов. Гармонично везде себя вкладывать в работу, это определенный период, с 8 до 4, до 5. Потом у меня на семью время идет, и вечером у меня идут тренировки. Плавание, вот у меня вообще идет, самый последний сеанс плавания, с 15,9 я плаваю, и дети в это время уже спят, чаще всего. Велосипед для триатлона я тренирую чаще всего в 5 утра. Я просто получаю от этого энергию заряд для бытовухи, для обыденных человеческих дел. Благодаря спорту Елена Богданова и путешествует по разным городам, расширяет кругозор. У Елены девиз по жизни – каждая минута с пользой для жизни. Спортсменка рассказывает, что тяжесть тренировок всегда компенсируется приятным чувством после соревнований. Из всех видов велосипеда и плавниц я перешла к мнению триатлетов, что самое сложное – это бег. И когда тренируешься, некоторые тренировки достаточно тяжелые, не все легенькие, как казалось бы. И иногда вот бегаешь, скоростные интервальные тренировки, бежишь и думаешь, настолько тяжело уже становится. И думаешь, Лена, зачем для тебя это все надо? Потом приезжаешь на соревнования, и вот эта вот эмоция, атмосфера спортсменов, которые заряжены единой целью, спортивным духом. И вот приезжаешь, выступаешь и понимаешь, вот для чего я тренируюсь. В больших планах у Елены Богдановой выйти в следующем сезоне на международный уровень. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.